МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас вятая служба информации телерадио компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите ухэтым выпуску. Христос народился. Сёня православные означают коляды. Сё лето под открытым небом на гэтый раз традиционный колядный концерт прайшоу на площади имя Ленина. Свято повинно пройсти до кожного, до маленьких пациентов, гематологичного отделения с подарунками и словами «потрымки» завитали гости. А зараз об гэтым иншим больше подробязно. Сёня православные означают коляды. Гэта другое позначности после Великого дня свято християнства, установленное в гонорнороджение на свят Иисуса. У Рымской империи некалей яно замянилось Нежинское свято на роджение Солнца Непраможного и Сатурналии – свято у гонор Бога Сатурна. Сёняшние коляды означают русская, иерусалимская, грузинская и польская церквы. Шмадцатого годзил тому коляды означалися шостого студене разом с водохрыщем под агульной назвой Бога и Улення. Зараз гэтую традицию заховывая только армянская апостольская церква. Колядный период завершается 19 студене святкованием водохрыща. Дванадцать днен перед ним протягиваются святки, які, згодно православных канонов, закликанные у схваляти Иисуса Христа. А крымя того, многие у гэта свята вітают один одного словами «Христос народился» и отказом славим его. А ещё люди, які наведують сёння церкви, соборы и храмы, просят у Бога здоровья собе и близким и сами жадают гэтага усім верникам. Это счастье, здоровье, везение, удача, верить во что-то, чтобы всё совершалось, все чудеса, задуманные нами. Это большой праздник семейный. Что вы желаете в этот день? О чём просите? Конечно, только здоровья всем своим родным и близким, детям, родителям, всем окружающим. Главное – здоровья в этом году. Всем и вам желаем. Праздник. Спасите родился. А чего вы желаете в этот день и просите? О чём? Девочки, здоровья всем. В первую очередь здоровья. Мира в семье, счастья в детях. На работе, чтобы было всё хорошо. Радость, наверное, какая-то, потому что родился Иисус Христос, поэтому на душе должно быть тепло. Счастье, радость. А о чём просите в этот день? Здоровья у всех прошу. Повеншовал у всех православных скалядами и архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан. Дорогие братья и сёстры, дорогие друзья, мы с вами встречаем Рождество Христово. Рождество должно быть в наших сердцах и в наших умах. Яслями для Бога Младенца Христа должно стать наше сердце. Наша бессмертная душа должна воспринять Его. И всей радостью и величия Господня мы должны научиться той любви, с которой пришёл в мир Христос. Позвольте мне поздравить вас с Рождеством Христовым, пожелать вам крепости, сил духовных, телесных, и чтобы Господь был рядом всегда с вами, чтобы Он, Вседержитель, пришедший спасти нас, дал нам возможность и достичь Небесного Его Царствия. Ныне, Вифлеемская звезда, пусть каждому из нас указывает путь к спасению, путь мира, путь дружбы, путь любви и взаимопонимания. С Рождеством Христовым и Новолетием! Светковали коляды сёння у весь день. На площади Мяленяна с гэтой нагодой пройшёл концерт. Прочим, с кожной хвилиной глядачоу становилось всё больше. Люди радовались, подпевали, танцевали и веншовали один-одного со святым на роджение Иисуса Христа. С каким настроением пришли сегодня? На площади? Праздничным. Хорошим. Пришли погулять и заодно концерт или знали, что будет концерт? Знали и погулять. На концерте будет. С хорошим, очень рождественским, радостным. Это вы друзья и компания? Мы семья. С очень хорошим настроением, несмотря на то, что хотелось поспать, но пришли на концерт. А вы? Да, с очень хорошим настроением праздничным. Рождество вообще для вас праздник? Конечно, праздник. Мы его ждём целый год, готовимся. И очень нам нравятся концерты, выступления. Поэтому пришли посмотреть. Всех с праздником, гомельчан. Поздравляем. Так само всех присутных повиншовал архиепископ гомельский Жлобинский Стяфан. И он закликау людей жить миром у сердца, повагой и любовью до тех, кто побач. Пожадал здоровья и счастливого життя усим людям. А за тем, свято протягнулось великим концертом. Его номары были различные на любой взрослый, уздымали людям настрой. А так само нагадывали об тем, что сегодня коляды. А значит, самый час поверить в суд. Ифриевская звезда, миг рождения Христа, озарила для тебя небеса. Этой яркою звездой посвящает путь бабкой. И любовь его пребудет с тобой навсегда. Ифриевская звезда, миг рождения Христа, озарила для тебя небеса. Ифриевская звезда, миг рождения Христа, озарила для тебя небеса. Поверить в суд. Это особенно важно для детей, которые покутаются от складанных заболеваний и проходят протяженный курс лечения в больнице. Как, например, маленькие пациенты гематологического отделения РНПЦ, радиоцины, медицины и экологии человека. Порадовать их и дать додатковый стимул до поправки выросил гомельский предприниматель Вячеслав Штермер. Ее насобисто ведая, у яким становищи знаходятся батьки хворых дятей и кольки гроша утратят на леки. Инициативу Вячеслава подтримали супрацовники гомельского облаканкама и губернатор Геннадь Соловей. И они собрали гроши, каб набыть подарунки пожаданних дятей. На переддне Нового года каждый из них написал специальные картки для Деда Мороза. И они отримали загаданное. Я его очень сильно ждал, мечтал всегда. Всю свою жизнь мечтал Олега в поезде. И моя мечта была... Он здоровый. Спасибо. С вам с прошедшим. И с наступающим. С наступающим. С наступающим. Ты такое хотела? Да. Такое хотела? Да. Это? Это хотела? Да. Спасибо скажешь. Спасибо. Спасибо. Мягкие цацки, конструкторы, машинки, ляльки, наборы, косметики, картины по номерах, а так само пожадание муцного здоровья и вертание до дому. Малые и дорослые дяковали добрым и небояковым людям за подоронную радость. В нашем отделении ежедневно лечатся 30 детей. На новогоднюю ночь нам удалось многих детей по состоянию здоровья отпустить домой, и в отделении осталось 14 человек. Это большое количество. И дети, которые вынуждены проводить или встречать Новый год в условиях стационара, и дети, которые имеют тяжелые заболевания, это, конечно, очень мужественные дети. И, конечно, подарки в канун Нового года, в канун Рождества – это великое дело. Акция «Наши дети» протягивает радовать хлопчиков и девушек в разных куточках нашей области. Дея еду, лучшийся и Белорусский союз жанчин. На этот раз его представницы с подарунками завитали у Петриковской училища закрытого типу легкой промысловости. В установе учатся девчонки в возрасте от 11 до 18 годов. Сюда и они трапляют за администрационные и криминальные правопорушения. И еще 20 годов тому тут находилось до 180 девчонок. Сегодня только 26. В училище одно из четырех подобных у Беларуси. Але за какие в праведности не трапляли в установу дети, и они так само, как и все, жадают новогодних судов. Тому гости из Белорусского союза жанчин шакали с нецерпливостью. Вот в эти праздничные дни и новогодние, и рождественские хочется поделиться теплом, хочется поделиться какой-то радостью, каким-то волшебством, загадать желания. Мы хотим тоже на деле показать, пообщаться с девчонками, и показать им, что когда работаешь, можно получать хорошие результаты, получать удовольствие от работы, показать, как можно развиваться на промышленных предприятиях. Может быть, предложить им дальше развиться. У нас на Бобруйской громаде у нас же шесть предприятий, шесть заводов в каждой области. До речи мероприемства девчонки зладили сами. От пошива костюмов до сочинения сценария. Разом с гостями они виртуально подорожничали по краинах и континентах, узгадывали историю народжения Христа, пели, танцевали и водили карагоды. У подарунок девчонки отримали спортивную вопротку и косметичные наборы, а взамен подарили сувениры, которые сделали сами. Новый год – это, как всегда, праздничное настроение и много эмоций. Когда приезжают к нам люди, то эмоции, когда с зала рассказываешь какой-то текст, ты смотришь на лицо людей и понимаешь, что ты даришь радость, улыбки людям. Я бы очень хотела сказать спасибо всем тем, кто принимает участие в этой акции, кто помогает нам всем. Тут есть девочки, к которым не могут приехать родители, у которых нет родителей. Всем нужна поддержка, особенно в таких... Мы далеко от дома, далеко от родителей, от друзей. Так что я хотела бы сказать всем спасибо. Настроение у меня на самом деле хорошее, прекрасное сейчас новогоднее. До всебелорусского народного схода укрыху больше, как месяц. Агульно-национальный форум запланованный на 11-12 лютого. Зараз во всех регионах республики идет под рыхтовка до сходу. Обмеркованию этой темы была просвечена программа «Открытая студия» на Радио Гомель+. Чакается, что от Гомельщины на сход отправятся 310 удельников. З выше 65% – депутаты. Их кандидатуры разглядались на сессиях Мясовых советов депутатов, которые прошли в последние дни Снежня. Остатных делегатов пропоновали Галиновые профсоюзы, Белая Русь, Белорусский союз Жанчин, БРСМ. Большаясть делегатов – первоважность среднего взрослого, каля 20 человек – в родственнике молоде. Всебелорусское народное собрание, наверное, это все-таки свой, отличительный и очень главный компонент нашей страны. Это именно то, что проходит не просто один раз в пять лет, а тогда, когда собираются делегаты. Вы только вдумайтесь, делегаты – это значит человек, который участвует, ему делегировали право. Из трудового коллектива, из общественного объединения, из политической партии или просто от населения по месту жительства, там, где живет человек. Ему делегировали право представлять интересы, интересы людей, трудовых коллективов. Это значит, что на Всебелорусском собрании будут обсуждаться вопросы, которые важны абсолютно всем. Нет важных или неважных вопросов. Важно все, потому что из мелочей складывается наша жизнь. И вот эти пять лет, на мой взгляд, наверное, будут эпохальными, потому что вот это собрание, которое сейчас готовится, это действительно будет иметь важную историческую составляющую в жизни нашей страны. И это очень важно. Поэтому сегодня подготовка должна быть, наверное, в голове и в действии у каждого человека. Официально опубликованы обновлены податковый кодекс. У им закладены меры по стимулированию деловой активности и инвестиционной привабности, а так само спрашенни податкового администрования. Но вовядень не тычется индексование ставок податка, упрямлення спрошенной системы, а так само индексации граничных померов податковых и льгот и вылеков по подоходным податку с физичных особ. А кроме того, у удосконаленный парадок вертания податку на добавленную вартость по системе такс-при. Один из главных пунктов стратегии развития податковых органов Республики Беларусь – клиента ориентованности с высокой якостью обслуговывания. С этой метой еще в 2016 году начался процесс створения центров обслуговывания плательщиков. Один из них открылся у податковой инспекции Гомельского района. Подробязности в наступном сюжете. Центр обслуговывания для податка плательщиков Гомельского района з'явился напереда дни Нового года. Для инспекции это не только чудовный подарунок, але и значный крок наперед. Автоматизация процессов, скорочение часу на проведение операции, электронная шарга – все это позволит створить комфорт для всех. Открытие такого современного центра позволит нам скорректировать работу с плательщиком, разграничить потоки посетителей, благодаря электронной очереди уйти от живой очереди и создаст благоприятные условия как для инспекторов, так и для плательщиков. Работа центра обслуговывания продуглеживает интерактивность. Дякуючи терминалу, кожный клиент можа оценить якость работы, покинуть воду. Так само для детей-плательщиков, які пришли разом с батьками, есть специальный забавляльный куток. Тут можно помалявать, поглядеть мультфильмы про податки, почитать книги. Центры обслуговывания плательщиков уже доказали свою эффективность. Центры на сегодняшний день востребованы. Конечно, основная масса – 92% – это физические лица, индивидуальные предприниматели. Мы оказываем порядка 60 видов услуг с помощью данного центра. Поэтому новый формат работы плательщиками уже в других инспекциях оценен и он бесспорен. На сегодня в Беларуси працуют 32 центра обслуговывания плательщиков. У нашей области первый был створен Амальчатрыры годы тому в Жлобине. Зараз на Гомельшине их шесть. Миколай Скинцьян, Сергей Комко, Телерадо и компания «Гомель». Правоходники Гомельшины протягивают работу по установлению особ, которые ображают гонор милиционеров. У одной из социальных сеток разместили фото супрацовника МУС под ее холостливую информацию. Знешли сеты, кто пожадал подтримать образливую риторику. Гомельские коллеги милиционера установили особы комментаторов. Это 37-годовый Жихар Светлагорска, а так само 36-годовый Минчанин. Урадженец Гомельщины. Правовую оценку их деяниям даст следший комитет. Интерьер у стиле эпохи Наполеона Третьяха. Новая постоянно дейучая экспозиция открылась у Палаца Румянцевых и Паскевича. У год своего ста годзе фонды музея пополнились уникальной мэблей, набытой у гомельского коллекционера антыкварояту Сергея Путилина. Прадметы интерьерной обстановки 19-го ста годзе разместились у одной из залов на другом по версии палаца. Их дополняют створы выявленного мастерства, каминные годинники, мастерский фарфор и шкло. Стиль Наполеона Третьяха характеризуется вытонченной и роскошной обстановкой, картинами у массивных позолоченных храмах, трапировками и декорованной мэблей. Особенностью этих вещей является возможность трансформирования. Поскольку они сделаны во второй половине 19-го века, когда уже существовали различные технические новшества, когда существовали станки, которые могли делать витеватые узоры прямо в дерево, то здесь и есть нюансы, которые позволяют передвигать какие-то предметы. Например, из комода превращать его в секретер. Или, например, приставной к стене столик превращается в стол для карточных игр, такой трансформер. Много очень секретиков, различных потайных таких ящичков в этой мебели. Презентацию экспозиции проводили в форме французского салона. Так ранее называли покой для приема гостей, где на встрече сбирались и интересные люди из аристократичных кола. Держаута инспекции рекомендует водителям уличивать умовы надворья. В ближайшие сутки на большей части территории краины чекаются опадки в выгляде мокрого снега. На особных участках дорог – гололедец, туман и налипание мокрого снега. В связи с этим водителям раец выбирать безопасную худкость, заховывать дистанцию и боковый интервал, избегать резких торможений и по мягчимости обгону. В умовах туману необходимо рухаться за сабливой осторожностью. В случае вымышленного припынка парковать транспортные средства, как могат далеко от проездной части. Обовязково включать аварийную сигнализацию. Осторожными варто быть и пешеходам, позначать себе фликерами. Умовы надворья будут поступово изменяться, похолодая. По попередних прогнозах на початку наступного тыдня прийдуть морозы, опадков станет меньше. ГТА, так само и иншие новины. Информацию об проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Усяго вам доброго и до новых встреч в эфире.